iVSOFT Free Video Convector. Это довольно мощный бесплатный видеоредактор, с помощью которого вы можете легко перекодировать ваше видео в любой формат, наложить различные спецэффекты, вводяные знаки, текст, а также перекодировать ваше видео в любое изображение, либо гиф-анимацию. Интерфейс программы очень простой. Это панель управления, рабочее окно, плеер, выбор непосредственно из выпадающего меню формата видео, который нас интересует, а также выбор, конечно, папки для сохранения. Для того, чтобы начать работу с программой, нам надо нажать «Добавить файл». Либо нажимаем на кнопку ADD, либо правой кнопкой «Добавить файл». Выбираем видеофайл. В плеере справа мы можем посмотреть наше исходное видео. В рабочем окне мы видим наименование видео, продолжительность оригинала, продолжительность обрезанного видео, приблизительный размер видео, а также формат, в который мы хотим перекодировать. Для того, чтобы выбрать интересующий нас видеоформат, нам достаточно перейти в выпадающее меню, где мы видим очень много форматов для iPod, iPhone, мобильные телефоны, портативные мультимедийные устройства, флеш-видео и изображения, DVD и многое другое. К примеру, нам требуется перекодировать наше видео в самый распространенный формат AVI. После того, когда мы выбрали формат, можно зайти в панель «Настройки», «Ситтинг», где мы можем поменять размер видео, выбрать другой FPS, выбрать другую скорость передачи данных, то есть битрейт, поменять пропорции видео 4 к 3, либо 16 к 9, либо также изменить какие-то параметры аудио, такие как кодек, также битрейт, двухканальные, одноканальные, чистота звука, либо увеличить звук оригинала в 2, в 3, либо в 4 раза. Оригинал видео у нас примерно 600 кбит в секунду, оставим на том же уровне, чтобы не увеличивать размер. Дело в том, что скорость передачи данных, то есть битрейт, чем он больше, тем больше у нас будет весить видео. Чем он меньше, тем меньше будет видео весить, но при этом ухудшится качество исходного видео. Для того, чтобы нам перекодировать, теперь нам осталось нажать кнопку «Старт». После того, как видео наше сконвектировалось, мы нажимаем «Ок» и программа автоматически открывает ту папку, которая сохраняет наше перекодированное видео. В следующем видео я покажу вам, как наложить различные эффекты на видео, текст, логотипы, а также изменить пропорции видео и так далее. На этом все. Спасибо.